Добрый день, дорогие друзья! Сегодня ролик для тех, кто обратился к нам или еще планирует обратиться с заболеваниями. С заболеваниями тяжелыми, как правило, это ДЦП, аутизм, эпилепсия, умственное отставание, какие-то генетические проблемы, болезни центральной нервной системы невыявленного характера. То есть все то, с чем медицина сегодня наша не работает. Просто человека отправляют спокойно и говорят, это все на милость Божью. Божья милость, это, конечно, прекрасно, но мы немножко начали влазить в те вещи, которые официально запрещены религии. Говорят, что там все так нельзя, что там бесы или еще что-то. Есть какие-то табуированные темы, темы магии, темы экстрасенсорики. И вот там, где стояли все запреты, мы туда взяли и залезли. И вдруг оказалось, что мы открыли пласты информационные в психике человека, где становится очевидным, что есть душа, есть инкарнационные циклы, есть карма. Я, конечно, сейчас могу сделать серьезный научный вид и начать рассказывать про ресурсные травмы, про эпигенетику и так далее, но я не буду вот эти слова сейчас употреблять. Я буду вот говорить так жестко, и как я это вижу, вот так по-колхозному, да. Так вот, наша душа играет в какую-то игру под названием жизнь, и в какой-то игре она накосячила. И вот за эти косяки она отгребает в этой жизни. Вот, это проблемы, которые есть текущего матричного уровня. Иногда накосячила душа души, и тогда отгребает душа. И тогда мы имеем заболевание центральной нервной системы, невыявленный характер и генетические поломки. Ну вот, если так на сленге. Для того, чтобы с этим работать, это надо, если я скажу видеть, это будет неправильно. Потому что видеть можно там разное. Нету там коллективного видения. Это может быть просто галлюцинацией. Это надо знать, ловить информационную суть. И это надо иметь определенный уровень доступа для сознания человека, для того, чтобы с этим работать. У нас эти доступы есть, и мы с этим работаем. И когда к нам это магия, магия сознания, по сути дела. Мы это называем инфодайвингом. Когда мы ныряем в глубины своей же собственной психики, переводим восприятие в субъективное, когда все люди становятся субъектами нашей реальности. И можем работать с любым человеком и перепрограммировать, перепрошивать тени и палатки, которые были на тех уровнях. Потому что этот мир есть симуляцией. Вот при таком подходе у нас все получается. И поэтому у нас офигенные результаты. По аутизму. На сегодняшний день ребенок за ребенком включаются в нормальную жизнь. И объяснить это не может ни медицина, ни экстрасенсорика, ни маги, которые привычны социуму. Это все находится за рамками. За рамками с какого-то понимания, которое пытается человек взять умом. Но мы это делаем. И у человека складываются представления на основании того, что у него уже есть в голове. Что он обратится к нам. Мы сейчас махнем волшебной палочкой. И его умственно отсталый ребенок вдруг станет умным, отличником, пойдет в школу. И он скажет, о, я обратился к Гарри Поттеру. Гарри Поттер это сотворил. Нет, господа. Вот для тех, кто планирует к нам обращаться, я специально запишу вот этот ролик на примере Иночки. Это одна из моих любимых девочек, за которой мы смотрим фактически каждый день, как еще за рядом наших детей, которые теми мельными шагами набирают обороты. У них идут успехи. Итак, с Иночкой мы работали в марте. Фиксируем даты. Март 19-го года. 10-го, по-моему, числа мы работали с Иночкой. И буквально в течение недели к нам пришла обратная связь. У Иночки там была кармическая история. Историю мы затерли. С мамой поработали. У Иночки были блокированы прививкой. А прививка легла на карму. Блокированы структуры психики высшего я, эго и ума. И все эти структуры не развивались. То есть они остановились в развитии где-то в полуторагодовалом возрасте. Соответственно, к 5-6 годам у Иночки было приличное умственное отставание. И отставание в развитии. И у Иночки была офигенная мама, которая с ней очень много работала. Вот с этого мы стартовали. Мы радовались, когда Иночка сама одела носки. Это было в марте месяце. Мы радовались, когда Иночка обратила внимание, что у нее есть сестра. Ведь до этого времени сестры для нее не существовало. Мы радовались, когда Иночка начала реагировать на книжки. Можете видеть видео. Мы радовались, когда Иночка начала совершать движения, повторять слова и попытки танцевать. У нее появились. А когда Иночка освоила счет, у нас вообще текли слезы радости. Потому что мы видели, что у Ины очень-очень быстро развивается интеллект. А потом смотрите, как все прописывается в нашем подсознании. Включились одновременно в развитие все структуры. Включился ум, включилось эго, включилось высшее я, включились все элементы психики, включилась память, интеллект, тело и понеслось. И это все включилось уже в возрасте за 5 лет. И оказалось, что те программы, которые в ее компьютере были поломаны, они были адаптированы на больного ребенка, они были снесены психикой. И на это место надо прописать новые. А они одновременно удалились. Из годовалого, из полуторагодовалого, из двухгодовалого, из трехгодовалого, из четырехгодовалого возраста, изо всех остальных. И смотрите, одновременно все файлы начали загружаться. Вот представьте, стоит куча емкостей, и везде идет загрузка. Идет загрузка программ. В жизни как это проявляется? Грузятся инстинкты, грузятся реакции, грузится вкусы, грузятся запахи, грузятся цвета, грузятся ощущения. И все это одновременно идет. И соответственно, по всем параметрам нужна работа. И смотрите, как здесь, я почему взяла пример Инночки, потому что здесь просто невероятно работает мама. Смотрите, по всем параметрам, картинки, формы, цвета, все подряд мама просто загружает, 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 загружает. Дальше пойдут стихи, песенки, танцы, все подряд, понимаете, потому что психика, как губка сейчас, в себя все впитывает и хочет перезагрузить на здоровое, понимаете? Вот посмотрите, как работает мама, супер! О чем хочу сказать, дорогие друзья мои, вот если вы планируете к нам обратиться, с ребенком придется работать точно так же. С ребенком придется работать очень много. И будут периоды, когда ребенок будет выстраивать, например, границы через капризы, вкусы через отказ от еды, запахи через какие-то острые реакции. Будет возникать, вы на него раздражаетесь, у него будет раздражение по коже и так далее. Это все момент, который шаг за шагом отрабатывается. Он будет длиться несколько месяцев. Но понимаете, почему я вот этот пример привожу, как это происходит? Чтобы вы понимали, это не волшебная палочка. Мы убираем шоры, которые мешали ребенку развиваться. И после этого он стартует в развитии, и все поломанные программы у него в подсознании будут заменены на здоровые. Это требует времени, и это требует работы с ребенком. Вы получили маугли, с которым вы будете заниматься, очень много заниматься. Но на выходе вы будете иметь результат, потому что когда вы работаете, например, с умственно отсталым ребенком, который не воспринимает ничего, который писается и какается, вы понимаете, что максимум, на что вы его адаптируете, это может быть к 30 годам он иногда сходит сам в туалет. И так будет на весь период его жизни. То есть у вас практически нет перспектив что-то поменять. И сколько бы ни пытались адаптировать и навязать сверху программ, не убрав вот эти кармические слои. Мы сталкивались с людьми, которые, например, имеют аутизм, а сейчас они взрослые. И кажется, что они адаптированы к жизни. Нифига они не адаптированы. Все равно они точно такие же больные люди, когда ты не ожидаешь, что он утворит в этой жизни. Понимаете, просто их как натренировали рефлексы, что в это время, как у собаки Павлова, будет слюноотделение. И ты должен взять с этого места и положить на это место. И это облегчает жизнь тех, кто этих детей досматривает. По сути дела, мать привязана к инвалиду. Инвалид содержится государством. Не реализуется ни один, ни второй. И души получают такую инкарнацию за что-то, как отработку. Если здесь и сейчас они это все закрывают, осознают и перепрописывают, то они могут прожить нормальную жизнь. Но для того, чтобы адаптировалось физическое тело, надо, чтобы были перепрописаны программы, инстинкты, рефлексы и так далее. А для этого надо, чтобы те, кто играл в игру инвалида и играл бы ее до конца жизни, нормально поработали здесь и сейчас. Поэтому, когда мне начинают писать и задавать вопросы, что вот там, например, мама хочет отвалиться от ребенка, она уходит в прострацию, в депрессию и так далее. Мама, ты, конечно, можешь отвалиться от ребенка и получить карму еще и на следующую жизнь, или получить второго ребенка инвалида свыше. Но тебе это надо, тебе имеет смысл включить мозг и отработать все на первом. И закрыть это все на первом. Потому что это твоя карма, да? Как правило, это карма мамы. Иногда такое же бывает с папой. И точно так же, когда говоришь, вот этот ребенок конкретно идет по карме папы. И тогда, дорогой, берешь, включаешь мозг, работаешь вместе с ним, отрабатываешь, перепрописываешь. И тогда у тебя есть свободная старость. И тогда ты в старости не вытряхиваешь говно из его штанов. И вы понимаете, когда на чашу весов положить, что ты имеешь сейчас, и сейчас ты нянчишься с маленьким инвалидом, и можешь сказать ему, сюси-пуси, радость ты моя, ты можешь продолжать писаться, какаться, и я за тобой досмотрю, и ты такой у нас интересный ребенок. И подождите, а когда ему будет 70 лет, вы точно так же будете, а вам 90? Вы точно так же будете с ним, сюси-пуси, радость моя, я тебе памперс поменяю? Извините, господа, мы предлагаем вам такие вещи, которые надо подумать, решиться и отработать, а это несколько лет работы, отработать вот точно так же, как работает мама Иночки. Поэтому Иночка пойдет в нормальную школу, Иночка уже знает, мама, что она будет переводчицей, у нее будет великолепная семья, она будет много путешествовать, и у нее будет счастливая жизнь. И мама понимает, что она работает, потому что она сейчас, сейчас дает импульс в жизнь своему ребенку, она дает свободу своей душе и реализацию себе же самой, понимаете? И это осознанная работа, это осознанные люди, и поэтому они освобождены в дальнейшем от кармы. И здесь нет волшебной палочки, здесь есть очень много труда. Семь раз подумайте перед тем, как к нам обратиться, вам придется очень много работать.